Поколение НЭК ставит шах и мат гаджетам. Свердловские школьники, как и когда-то их родители, все чаще в компьютерной игре предпочитают шахматную. Гроссмейстеры утверждают, старейшая настольная игра переживает очередной ренессанс, в том числе благодаря и недавнему турниру за звание чемпиона по шахматам, в котором наконец-то бился россиянин. О шахматомании подробнее Роман Сумин. Какая шахматная фигура, самая главная, Саша? Это король. Путь от пешки до ферзя, вернее от новичка до гроссмейстера, здесь мечтает пройти каждый. В этой школе детей учат игре в шахматы с первого класса, хотя задачки на двухцветной доске не из легких. Ну, это сложно. Если, например, кран для сорбил, это очень сложно. Вот если, например, мат, это очень сложно. Мат, это значит, что кран сюда нельзя, сюда нельзя, или еще куда-нибудь нельзя. Это значит, что победили. Причем шахматы – это не факультатив, а отдельный урок в расписании. Вести курс предложила директор, чтобы научить ребят мыслить логически, анализировать ситуации и просчитывать свои действия на несколько шагов вперед. Заодно и будущих чемпионов воспитать можно. Ведь Россия, как никогда, близка к тому, чтобы вернуть шахматную корону себе. Возможно, ее новый обладатель уже подрастает. Как называется этот ребят? Я с учетом троечки. Молодец. Последние два года эксперты отмечают небывалый интерес к шахматам. Детям наконец-то надоели компьютеры и интернет, и они сами тянутся к доске. Хотя раньше педагогам приходилось буквально заманивать ребят в школы. Сейчас у нас есть госзадание, и определенное количество, 281 человек у нас занимается шахматами детей. 1 сентября начался учебный год, и многие ребята с родителями, естественно, приходили. Дошло до того, что ребятам в кружках стало тесно. Например, в этом клубе шахматный бум скорее проблема. Места катастрофически не хватает ни для занятий, ни для проведения турниров. Как здесь сосредоточиться? Тем более, когда турниры проходят, не сможем собрать много детей сразу для больших турниров. Соответственно, за этот стол сейчас могут быть 4 человека, а время партии. А когда они занимаются индивидуально, их всего двое должно сидеть. А куда деваться остальным в это время? Впрочем, шахматисты трудностей не боятся. Им и не такие головоломки по зубам. Ведь каждая тренировка – путь к новым знаниям. Разыгрываем ситилянскую защиту. Один из самых популярных детишков. Роман Сумин. Главные новости Екатеринбурга.